Основная линейка нашей работы — это темы под WordPress. Есть одна история такая, о ней, наверное, будут говорить наши друзья из отдела Крокоблок, точнее, из компании Крокоблок, что компания Zemes в свое время уделяла внимание плагинам, которые сейчас развивают, промят и продвигают именно ребята из Крокоблока. То есть опыт у Zemes есть и разработки плагинов, и разработки тем, но сейчас в основе мы занимаемся темами. И сегодня на стенде задавали вопрос, чем вы занимаетесь. Я рассказывал, люди спрашивали. И когда я говорил о том, что у нас сейчас есть перестройка в том, что мы хотим постепенно идти в сторону переезда наших тем и наших всех усилий в сторону Гутенберга, ребята, которые задавали этот вопрос, говорили, типа, ну, Гутенберг шлаг, что это такое, зачем, почему. Я старался поддержать, что Гутенберг хорош, потому что следующая тема будет моего коллеги Саши из Метопрессы. Он будет рассказывать про Гутенберг, поэтому я не могу ничего плохого рассказывать. И это действительно та сторона медали WordPress, в которую мы сами двигаемся. Вот. Поехали дальше. Изначально доклад так строился. У меня была такая идея, я буду с вами максимально честен, что была идея, так, берем пять проектов, и эти пять проектов начинаем рассказывать, что, чего, почему. Но когда я разместил эти пять проектов на пяти слайдах, мне показалось, что этого мало. Вот. И нужно чего-то еще добавить. Поэтому сегодня доклад формируется на две части. Первая часть — это, собственно, почему мы, как компании, используем WordPress как для клиентов, так и для своих личных решений. И я вам скажу честно, что у нас как бы так строится жизнь, что у нас не хватает разработчиков WordPress, потому что компании всегда нужно что-то, еще лендинги, еще сайты, еще, еще, еще что-то. И поэтому как бы из этого и строится доклад о том, что WordPress — это решение под и корпоративного, и под компанию, и под клиента. Соответственно, на первом слайде я хотел объяснить, что снова же и для клиента, и для компании WordPress является, наверное, самым адекватным решением с точки зрения денег, потому что у нас есть понимание того, что если вы клиенту, вы покупаете продукт условно там за 29,75, сразу же скажу, что 75 — это цена наших шаблонов, и тем самым экономите, наверное, довольно большую часть своего бюджета на разработку, которую вам нужно вести. Ну, то есть один раз купил и поехал дальше. Понятное дело, что за счет того, что WordPress — это все-таки, как и говорил Виталик вначале, это комьюнити, это все за фри, вот практически, кроме таких компаний, как спонсоры, то история заключается в том, что, конечно, вы можете вообще начинать свою разработку снова же или под клиента, или для компании, вообще за ноль. И по большому счету старт вашего проекта обходится изначально очень дешево. Я не буду судить, что по ценам в Киеве, но я знаю, что в Николаеве кастомный сайт, если его делать несамостоятельно, будет стоить порядка 2 плюс тысяч долларов. Соответственно, понятное дело, что это уже затрата выше. И слайд, и табличка номер 3, тут история заключается в том, что я хотел очень аккуратно что-то сказать плохое про какой-то из билдеров. Понятное дело, что тот билдер, которым я занимался ранее, я не могу его озвучить по определенным соображениям веры, которые остаются во мне. Но это цена за Wix, и вы понимаете, что когда вы создаете проект снова же для клиента, вы вообще не хотите ничего потом доплачивать за него или для него. То есть вам хочется вот один раз сделать и сдыхаться. Ну, в смысле, не сдыхаться, поддерживать это все еще дело. Но, по крайней мере, ничего не платить больше. И как раз обычно компании, которые владеют своими билдерами, у них или изначально система связана с подпиской, вы платите довольно немаленькие деньги, или компания изначально продает one payment решение, то есть один раз заплатили какую-то сумму, но эта компания начинает через время думать, ага, ну окей, мы как бы продали эту всю штуку, этот сайт за 200 долларов, у нас продается 50 сайтов, допустим, в месяц. Но нам нужно больше денег заработать. И когда компания понимает, что, в принципе, рынок сайт-билдеров очень дорогой, ну, то есть на самом деле ключи под поиск в Гугле прямо космические, еще больше, чем под WordPress, то эти компании начинают думать, что нужно требовать деньги у клиентов за обновление. И вы все равно попадете на историю того, что если даже билдер сказал, что один раз заплати и все, он все равно через время захочет у вас что-то еще взять. Ну, это логичная схема. Логичная, потому что я ее тоже пережил. Поэтому могу точно сказать, что если вам нужно стартануть свою работу, как и у нас в компании, так и для клиента, WordPress это самое дешевое решение с этой стороны. Соответственно, есть еще важный аспект того, что почему мы все время говорим про WordPress, потому что, как ни крути, но у нас большинство и дизайнеров, и разработчиков работают в этой, как бы, в разработке под ВП. И, понятное дело, что если бы они занимались другим каким-то продуктом, то, может быть, нам было бы проще держать этот другой продукт. Дальше. Понятное дело, что под ВП можно, у нас есть абсолютно любой, мы можем сделать абсолютно любой сайт, мы можем сделать абсолютно любой функционал. Большие корпорации используют, ну, я как бы могу сказать, Чуземис тоже большая корпорация. Большие корпорации используют абсолютно точно WordPress, возможно, не как основное решение, но как решение запасное. То есть это значит, что там, где динамический контент, там, где, возможно, какие-то подтяжки данных из API, они могут использовать, там, где важна большая скорость, они могут использовать какие-то фреймворки, там, допустим, писать сайты на UI, возможно, на Laravel или еще на чем-то, но в любом случае какой-то кусочек у них все равно сделан на WordPress. И этот кусочек может быть как кусочек именно блога корпоративного, так это может быть кусочек абсолютно какой-то другой экосистемы сайта. Поэтому WordPress используют везде. Понятное дело, что там есть какой-то определенный кусочек, там, блоги, портфолио, форумы. Понятное дело, что здесь очень большой кусок составляет WooCommerce. Сегодня я получил еще одну шутку. У нас там стенд, и подошел один молодой человек и говорит, вы разработчики самому WooCommerce, это ваше производство? Мне очень хотелось сказать, что да, мы действительно разработчики всего WooCommerce, но я сказал, что нет, это случайно подложили. Поэтому с точки зрения проектов, проекты все сделаны, мы можем решить абсолютно все с точки зрения WordPress. И могу сказать точно, что этот слайд мне забакопорили. Не буду ничего поговорить плохого про наших организаторов. Я его сделал очень аккуратно, но они попросили его скрыть. Суть заключается в том, что, понятное дело, что мне хотелось что-то вам необычного добавить. И даже мы, когда на сегодняшний момент говорим про расширение нашей работы по WordPress, мы, понятное дело, делаем акцент не только на, снова же, сайтах-визитках или на бизнес-каких-то продуктах. Мы делаем наши темплейты, наши шаблоны и абсолютно под разные ниши. Ну, то есть мы видим, что люди ищут, мы понимаем, что снова же только на бизнес-решениях ты далеко не выйдешь, и тебе нужно для клиента максимально ближе подносить то, что он ищет. Понятное дело, что на любом WordPress можно сделать любой дизайн, ну, как бы клиент, end-user обычно ищет именно, там, снова же, пример. Это сайт с коноплей. Вот. Здесь ничего нет зазорного, что мы разрабатываем сайты с коноплей. Вот. Это очень, как бы, хорошая вещь. У нас неплохо они продаются. Вот. Скажу честно, что на маркетплейсе, где мы выливаем свои продукты, снова же, это не секрет, это template-monster. У нас очень много вопросов было по поводу шаблона, снова же, повторюсь, если это можно с коноплей. Вот. Но мы их выпускали, потому что это, ну, абсолютно доступная история, если это медицинская, снова же, конопля. Но вот этот слайд, снова же, который был закрыт черным квадратом, и я, на самом деле, искал именно черный квадрат. Ну, знаете, как обычно ищется, черныйквадрат.png. Вот. Я его нашел. Там вообще ничего не было такого. То есть это не сайты, на которых продается что-то плохое. Вот. Они же там, условно, дилдаки какие-то. Это просто была продукция белья, но мне ее запретили показывать. Вот. Как-то так. Поэтому я думаю, что из этого слайда, запоминающегося вам, станет понятно о том, что даже производители шаблонов идут в сторону ниш и пытаются покрыть за счет узких тематик, за счет запросов клиентов, как бы, снова же, запросы клиентов покрыть. Идем дальше. Снова же на этом слайде мне было важно сказать о том, что в WordPress, наверное, самая основная фишка WordPress связана с тем, что мы можем его расширять как только можно. Существует максимально большое количество плагинов. Снова же тот же WooCommerce. Я не соврал, мы с ним работаем. Но вопрос заключается в том, что основная фишка вообще того, что есть большие там библиотеки, море туториалов, заключается в такой истории, что мы, наверное, с вами слышали или помним истории, как были популярны сайты на флэше. И скажу честно, что наша компания занималась сайтами на флэше, и многие наши сотрудники переходили из флэшера в WordPress'еры исторически. С флэшом происходила ситуация такая, что, в принципе, у нас не было такого большого комьюнити, как в WordPress'е. У нас не было такого большого разнообразия плагинов, заинтересованных в том, чтобы WordPress существовал. И когда флэш пропал, соответственно, и клиенты пострадали, и разработчики ушли на нет. И это на самом деле абсолютно та история, которая не должна и не может повториться именно с WordPress'ом. Понятное дело, что здесь я снова же не мог не показать своих коллег и друзей. Это джет-плагины, которые используются практически во всех продуктах, которые производит Zemus. Там настолько их много, что просто хочется закачаться на стуле. Здесь сегодня присутствует SEO, крокоблога, и мы с ним вместе закачиваемся. От того, насколько их много. Нам действительно их удобно использовать. Это решения, которые входят в топ плагинов вообще в принципе. Они есть на сайте Elementor и так далее, и так далее. Очень часто, когда мы делаем узкие сайты, мы встречаемся с тем, что нам приходится использовать какие-то сторонние решения. И, допустим, когда мы говорим про booking-плагины, это довольно тяжелая такая ниша. Эти плагины должны быть максимально проработаны. Мы используем решения наших партнеров Мотопресса. И, в принципе, снова же здесь я хочу сказать о том, что на сегодняшний момент комьюнити WordPress и все, что связано с WordPress не будет вымирать. Оно будет только меняться, изменяться, переходить в Gutenberg. будут делаться другие плагины, но все это гарантия того, что WordPress будет существовать дальше, и с ним будут работать и клиенты, и большие компании. Здесь я хотел рассказать вам одну штуку. Понятное дело, что кто-то может сказать, и это будет частичной правдой о том, что я показал плагины, с которыми мы работаем, и они платные. Но здесь я хотел рассказать одну историю, связанную с тем, что мы являемся WordPress студией, то есть кроме разработки темплейтов, мы также помогаем нашим клиентам делать их сайты под ключ. В нашей компании есть один очень интересный оффер. Он называется Must Have Plugins. Этот оффер занимает второе место по продажам после инсталла. Ну, инсталл, понятное дело, инсталл нужен всем. И это как бы ясно, что он на первом месте по допродажам, то есть не продажам, а допродажам. Must Have Plugins — это та история, которая продается у нас на втором месте. Каждый end-юзер хочет, видя название Must Have Plugins, у него сразу же есть ощущение того, что он получит весь мир, и весь мир мы пытаемся дать именно ему. Самое, наверное, приятное, что этот весь мир бесплатный. И все плагины, которые я привел в примере, почти, почти, почти все бесплатные. Вот, не считая первого варианта. Это плагины, которые мы устанавливаем клиенту, как говорится, по-любому, потому что клиенты получают AMP-версию для скорости загрузки. Клиенты, на самом деле, end-юзеры очень часто хотят установить AMP-версию из-за простой штучки, которая называется молния. Когда они открывают, то есть даже про скорость они изначально не говорят. Здесь есть невероятная важная вещь, связанная с Total Cache, потому что вообще вопрос кэширования будет подниматься и на других слайдах. И, наверное, для того, чтобы сайты WordPress были очень быстрые, нужно сделать миллион тысяч кэширования. Lazy Load, снова же, для более быстрой подгрузки страниц. Это плагины по сжатию картинок. На самом деле, CIMASH мы используем для сжатия картинок, но у нас есть еще и самописные плагины. Ну, то есть мы все равно что-то там переделаем, потому что картинки — это основная боль абсолютно любого, как клиентского сайта, так и сайта, так и шаблона, который мы продаем. Тут есть Yoast. Могу сказать сразу, что про Yoast будет еще слайды. И могу сказать точно, что Yoast мы используем абсолютно бесплатно, и поэтому если вдруг у кого-то появится желание купить платную версию, вы покупайте. Но мы используем бесплатно, и нам его хватает для решения абсолютно большинства задач. Ну и понятное дело, что здесь не может быть, не быть плагина, связанного с бэкапами сайтов, потому что этот вопрос здесь решается тоже очень быстро. Идем с вами дальше. Этот слайд должен был быть с какой-то интерпретацией маркетолога. Здесь должна быть какая-то хохма. Мне предлагали здесь посадить бабушку, мне предлагали сделать маркетолога-блондинку. По-разному предлагали, но мне не очень хотелось неуважительно относиться к маркетологам. Я понимал, что на этом докладе разработчиков может быть мизер, и тут должны быть снова же больше маркетологи. Поэтому мы решили просто оставить определенную цитату, которая объяснит, что здесь что-то про маркетинг. История, связанная с маркетологами, заключается в том, что, наверное, нет вакансии сейчас, ну, в Украине точно, где не будет надпись о том, что должен быть опыт работы с WordPress. И есть обратная сторона, связанная с тем, что за счет того, что каждый маркетолог должен уметь работать с WordPress, нам на самом деле очень легко… Я просто смутился слайду про время. Очень легко нам закрывать вопросы, связанные с тем, что как бы все могут редактировать WordPress. И тут момент заключается в том, что, наверное, самая главная фишка, которая нравится маркетологам в нашей компании и вообще в целом, эта фишка связана с мультиюзерностью, потому что маркетологи — это те друзья, которые любят передачить друг другу пост, которые могут что-то сломать случайно. И когда есть определенная вот эта фича, эти вопросы решаются. Идем с вами дальше. Рекуррентный мониторинг и поддержка. На самом деле, когда мы продаем сайты, один из самых таких болючих вопросов у клиента всегда может встретиться то, что мы… у клиента всегда есть вопрос того, что кто будет поддерживать этот сайт, как будет происходить его обновление и так далее. И на этот счет, конечно, в WordPress есть максимум того, что должно быть. Здесь есть плагины под Secure, здесь есть… Ну, мы легко в одну клик… в один клик обновляем версию WP. Есть… снова же повторяются плагины бэкапа, плагины спама. Есть… мы легко можем… SEOшники легко могут проверить биты ссылки. За счет как бы Yoast мы решаем все вопросы, связанные с SEO. И могу сказать сразу, что мы все-таки, когда что-то очень просто делается, это очень просто и продается. И одно из вещей, одним из сфер сервиса, который мы предоставляем, это сервис, связанный с Мейтенсом. В принципе, я вам показал все, что доступно и может сделать как кондьюзер, так и разработчик. И оно все бесплатно по Мейтенсу вашего сайта. Но мы на этом также можем зарабатывать для тех клиентов, которые не хотят тратить свое время. Наш Мейтенс основывается на том, что мы в любом случае работаем по подписке, потому что нам нужно подвязывать клиента на долгосрочную историю. Наш Мейтенс основывается на личном менеджере 24 на 7. И скажу честно, что Мейтенс, который предоставляет наша компания, он основывается только на WP и VU. И это связано с тем, что здесь проще всего ввести поддержку сайта клиента. И дешевле всего. Я буду чуть быстрее. На этом слайде основные фишки Мейтенса. Мейтенс для юзера продается в основном связано с тем, что клиент хочет, чтобы за него переносили контент. Клиент хочет, чтобы за него проверяли юзабилити с сайта, SEO-оптимизацию. Он хочет, чтобы мы постоянно обновляли, чтобы мы постоянно следили за скоростью загрузки сайта. Я думаю, что понятна история с тем, что когда мы продаем шаблон, у этого шаблона есть целая куча хороших значений попугаев в PageSpeed. Но когда клиент начинает запихивать туда картинки, текста, все происходит плохо со скоростью загрузки. И, соответственно, мы решаем этот вопрос по загрузке. Дальше клиенты получают daily backup, ну и клиенты, мы следим за то, чтобы их сайты не падали. Максимально быстрый слайд связан с тем, что для того, чтобы SEO наш хлеб, мы также занимаемся и работой по SEO-оптимизации. Один из самых популярнейших офферов, он входит в десятку наших сервисов, является в OnePage SEO-оптимизация. Это значит, что WordPress невероятно здорово подходит для того, чтобы прописывать мета-теги, description, title, для того, чтобы следить за тем, чтобы там условно тот же iOS помогает генерировать сайдмэп, для того, чтобы легко редактировать робот с текстей. И на самом деле, наверное, основная фишка WordPress в том, что под SEO, если меня бы кто-то спросил, мне нужно SEO, то я бы сказал, что вам нужно явно использовать WordPress, потому что под эту платформу легче всего продвигаются сайты именно продвижения SEO в OnePage, которое связано с большими количествами текстов, подборами ключей определенных, прописыванием мета-теги, description и всего с этим связано. В свое время, когда я занимался билдером, у меня, когда приходил энд-юзер и говорил о том, что нужно SEO, мне очень сильно хотелось продать ему билдер, но я понимал, что как бы, чтобы сделать ему добро, лучше предложить WordPress и предложить работу по OnePage-оптимизации именно на WordPress. Этот слайд, тут были разные идеи, снова же дизайнер придумал идею с мусорником, я его все-таки допросил нарисовать здесь кусочек говна. Вот, соответственно, снова же мы добавили сюда Vix и Tildo, и я надеюсь, что вы понимаете, что здесь больше история с моей болью по этим билдерам, когда я занимался разработкой билдеров. Вот, я подсматривал, что у них происходит, я знаю, что Vix очень страшный внутри админки, он просто ужас. Вот, это снова же из-за этой штучки со временем. И Tildo на самом деле очень удобно, они очень быстро развиваются, но это все вот там на сегодняшний момент. Почему я настолько против в этом слайде в работе с билдерами, и почему это идет на руку WordPress? Потому что на самом деле билдер пилит команда, и когда вы занимаетесь разработкой и берете этот билдер, и видите, что вот это невозможно сделать, вот эта шоппинг-карта сделана не так, как я бы хотел, а здесь есть какие-то поля в контакт-форме, которые я бы хотел переделывать, это все как бы очень тяжело кастомизируется в билдерах. Ну, то есть вы прямо вот берете в руки, у вас аж трясется все. Вот, понятное дело, что билдеры развиваются, у них есть запросы, а вот они что-то делают под запросы клиента, но как вы снова же понимаете, комьюнити WordPress гораздо быстрее может решить любой запрос, который у вас возникает. Дальше один из самых прикольных вещей в WordPress, то, что к WordPress можно WordPress устанавливать на хостинг, очень часто хостинги бывают очень дешевые, а история с билдерами связана с тем, что вы платите рекуррентно, и вас садят на какой-то хостинг, и вас хостят, хостят, и хостят, и хостят. В общем, здесь нельзя скинуться, платить постоянно, и зависит от хостинга, который, собственно, есть у этого билдера. Ну, и, наверное, самое главное, технически, это вообще изюминка, которую клиенты любят больше всего, о том, что когда вы берете билдер на подписки, то вы, по большому счету, не владелец этого всего дела, и в любой момент может что-то произойти, и с вашим сайтом произойдут нюансы. А теперь примеры. Я знаю, что у меня не так много времени осталось, но думаю, что мы чуть позже начали, и у меня есть еще чуть-чуть времени. Здесь я хотел вам показать несколько примеров, которые, в принципе, мы создаем на WordPress. Не буду максимально долго рассказывать про то, почему сайт Zemison на WordPress. Я расскажу вам одну важную историю. История заключается в том, что компания, которая занимается WordPress, не может сделать сайт не на WordPress. Ну, то есть он у нас должен быть, это логично. Но скажу вам одну, снова же, историю. Когда я занимался билдером, у нас был, тоже есть корпоративный сайт, и мы хотели, чтобы этот сайт был на билдере. Ну, чтобы типа клиента что, написал там, там слэш, там админ, там слэш еще что-то, и видел, что там реально как бы мы все напилили на своем билдере. У меня, как руководителя отдела, у меня всегда была идея, это круто. Ну, то есть реально клиент, купив наш билдер, зайдет на наш сайт, увидит, что сайт сделан на нашем билдере, это круто. Но когда я приходил к разработчикам, разработчики были в таком унынии, что они, в принципе, складывали свои руки. Дизайнер тоже был расстроен. И мы в какой-то момент действительно сделали сайт на билдере, там практически ничего не редактировалось, и, в принципе, весь сайт был вставлен через embed code. Ну, то есть, вот. Меня тогда это не совсем расстроило, вот, как-то так, но когда начали появляться проблемы с редактированием, когда разработчики сказали, что со скоростью все беда, вот, то, в принципе, сегодня сайт этого билдера сделан удачно на WordPress с сочетанием с там UI-фреймворком. Вот, поэтому, снова же, почему сайт Zemos сделан на WordPress, потому что в основе сейчас идеи этого сайта это большое количество работы, связанной с органикой, с органическим трафиком. У нас, в принципе, сейчас нет каких-то динамических вещей, кроме того, что там добавляются сервисы. У нас планируется подписка, соответственно, это должно легко сделаться. У нас есть аккаунт, у нас есть то, что… У нас есть блог, и он тоже, спасибо, на WordPress. И история заключается в том, что он, ну, как бы максимально в данном случае удобен. Там есть шоппинг-карта, покупка, и нет ничего большего. То есть, это корпоративный сайт, и, понятное дело, что снова же выбор на WordPress. Вот здесь изюминка, и я секунду остановлюсь. Это, кстати, тоже партнер WorkCamp нашего сегодняшнего. Этот сайт нам достался на разработку от одной компании сторонней. Они продали нашему клиенту этот сайт, и у клиента было несколько вопросов. Он хотел… Это мастер-бандл, сайт, который продает бандлы. Он там продает всякие стикеры, шмикеры, ну, вот такую всякую историю. Он еще продает ZMS-шаблон, и еще продает пока еще джет-плагины. Он продает все, в общем. История заключается в том, что когда нам этот сайт достался, у него был плохой дизайн, но это не страшно. Он долго грузился. Это были поломаны все, как бы, там основные виджеты. Владелец сайта сказал, что этот сайт делали какие-то аутсорсеры. Вот. И на сегодняшний момент, как бы, его нужно починить. Скажу честно, что мы изначально оценили разработку… Он на WordPress, снова же. Мы изначально оценили разработку в месяц, но когда мы начали работать с этим сайтом, тут основные, извините, херни заключаются в том, что здесь куча плагинов, связанных с непосредственно добавлением, динамическое отображение этих бандлов, вот эти вот каунтеры, перелистывание. Они должны автоматически удаляться из базы по какому-то времени. В общем, заказчик просил переделывать абсолютно все плагины, и этот сайт сделан на сплошных костылях. Ну, то есть он давал список плагинов, которые должны работать. Он находил примерно, что и как должно работать, но потом оно все переделывалось. Понятное дело, что особенно бесплатно… Ему нужны были только бесплатные плагины. Вот. Он не хотел ни за что платить. И даже на вопрос «давайте все-таки что-то заплатим», он говорил «нет». И основная фишка этого сайта, что снова же он полностью сделан на WordPress, но он полностью сделан на костылях переделки плагинов, которые изначально были как бы в открытом доступе и доступны. Здесь вывод такой, что как бы на самом деле не все, все можно сделать на WordPress, но тут надо понимать, какими усилиями это делается. И разработка данного сайта растянулась на два месяца, потому что заказчик постоянно как бы давал определенные требования. Здесь тоже корпоративный сайт связан с тем, что основа в нем – это снова же поиск органического трафика. И из функционала здесь только подписка. И как вы понимаете, в WordPress это тоже как бы нетрудно все решается. И здесь не мог быть не WordPress. Здесь история заключается в том, что это клиент, который занимается компьютер-вижн. Это очень такая стрёмная история. Там очень дорогая реклама, дорогие ключи. И снова же этот сайт делался для того, чтобы продвигать этот сайт за счет органического трафика. И он не мог сделать, не быть сделан ни на WordPress. Единственный вопрос у клиента, который возникал, это снова же со скоростью загрузки сайта, потому что мы делали все, что можно сделать, но он продолжал не совсем хорошо работать. На вот этом проекте есть еще одна беда. Здесь как бы очень большое количество плагинов встроено, и заказчик не понимал, что от количества плагинов, которые там висят, его сайт будет чуть хуже грузиться, чем обычно. И здесь пример из Николаева. Я вам не сказал, что я приехал из Николаева. Соответственно, у нас есть сайты из Николаева. Когда приходит к вам клиент и просит сделать что-то по-быстрому, в Николаеве снова же, у него нет бюджета. Он говорит о том, что он должен быть максимально дешевый, поэтому снова же возвращаемся к первому слайду, который у нас был. Мы ему продаем шаблон. Дальше он говорит о том, что у него есть конкурент, и ему нужно его как-то опережать. И мы говорим о том, что вам нужно включать PPC-рекламу. Мы включаем PPC-рекламу, делаем вот такие здоровенные call-to-action, хотя они, может быть, и не совсем подходят дизайнеру, который рисовал изначально этот шаблон. И снова же в этом, за счет того, что мы ему предложили WordPress, здесь чересчур много органического трафика и ключей, которые должен использовать при поиске данного сайта в Николаеве наш клиент. Если сейчас вы зайдете и напишите что-то, связанное с тем, там, вскрытие замков, ключ-сервис, там, или что-то там, как бы, ремонт замков, то я вам, как бы, уверяю, вы найдете этот сайт, он будет в выдаче прямо высоко в Николаеве. Вот. Это не обман, я проверил заранее. Идем дальше. У нас, как бы, вот снова же тот билдер, про который я вам говорил. Вот. Сайт корпоративный этого билдера основывается на том, что всем нужен был PageSpeed, и мы делали сайт на UI-фреймворке. И, как бы, мы не могли не поделиться разработкой с WordPress, поэтому блог сделан на WordPress. Думаю, что здесь не нужно ничего подробно рассказывать. Тут просто блог с дизайном, и, как вы понимаете, этот билдер не может успокоиться и, как бы, очень сильно пытается сравнивать себя с WordPress. Вот. Думаю, что WordPress не будет сравнивать себя с этим билдером. Идем дальше. Я уже заканчиваю. Мне, в любом случае, хотелось упомянуть то, что на сегодняшний момент есть очень важная история с тем, что раньше WordPress характеризовались, что это просто бложик. Как бы это уже холиварная история, он не бложик. Но вообще глобально в интернете блоги а-ля вот такого вида. Кстати, этот блог сделан на Гутенберге. Вот. Это наш темплейт. Блоги а-ля про детей, про еду. Они как бы от себя лично, они начинают отпадать. И блоги просто максимально все больше и больше переходят в сторону нагона трафика, в сторону органики и в сторону того, чтобы промить свои продукты. Я думаю, что многие, кто занимаются маркетингом, знают, что держать вокруг своего бренда 10 блогов гораздо лучше, чем держать органику просто на своем магазине. Потому что блоги аранжируются выше, чем магазины. Вот. Поэтому как бы здесь слайд про эту эволюцию. Дальше. Осталось два слайда. История заключается в том, что у нас есть одна фишка. Я думаю, что с ней встречались абсолютно все на свете. Эта фишка заключается в том, что к вам приходит клиент, вы сделали ему проект, и он говорит, почему PageSpeed не 100. Да, сайт медленный, да, PageSpeed не 100. Мы ему в этот момент продаем сервис по улучшению его загрузки сайта. Сервис очень как бы, ну, такой, ну, довольно недорогой. И клиент потом видит там условно 80, 70, это в лучшем случае, и говорит, а почему не 100. Соответственно, тут история заключается в том, что, возможно, я не прав. Возможно, я вступил, снова же именно вступил, как в слайде, вы помните, в довольно холиварную тему. Но у каждого здесь точно свое мнение, особенно у разработчика. Но история связана с скоростью, история связана с тем, что чем больше мы напихаем плагинов и даже какой-то несчастный, несчастную аналитику на ваш сайт или несчастный Facebook мессенджер, то чем больше вы их напихаете, тем хуже у вас будет работать ваш сайт. Соответственно, есть действительно много плагинов, которые я вам показывал. Мы сжимаем картинки, мы кэшируем 10 раз, еще 10 раз, еще 10 раз. Но вот единственная болючая штука, про которую я не мог сказать, то есть я же не мог рассказать, что WordPress хороший, там джет-плагины хорошие, Мотопресс хороший. Я должен был сделать что-то не совсем хорошее в этом докладе про WordPress. Поэтому как бы вот этот маленький нюанс немножко нас беспокоит. Мы постоянно с ним работаем. У нас постоянно даже конкурсы происходят, кто оптимизирует лучший сайт. Могу сказать честно, вот не буду врать, что как бы вот здесь нет 100% пейдж спида. Здесь, ну, как бы что-то неплохое. Здесь что-то неплохое среднее. Как бы здесь плохо. Я вчера смотрел. Здесь неплохо все-таки. Вот здесь, я думаю, что мы еще пообщаемся с нашей командой. Вот, я думаю, что мы с ними пообщаемся. Вот, наверное, здесь вкратце так. Максимально быстрые итоги, что в ВП подходит практически всем. ВП невероятен в SEO. ВП дешевле для старта как для корпоративного решения, так и для клиента. ВП гарантия качества, большая аудитория, плагины и все такое. ВП явно лучше, чем билдер, но не считая того билдера, который я вам показывал на слайде. И ВП, скорость, это под знаком как бы вопроса. Я буду посещать все доклады, которые будут связаны, возможно, со скоростью и подмечать какие-то нюансы. У меня на сегодня все. Спасибо, что вы меня вытерпели и пришли на этот доклад. Вот, я был очень рад с вами общаться. Какие у вас есть вопросы? Сейчас мне скажут, что вопросов нельзя. Можно? Добрый день, спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Вы говорили, что у вас есть много проектов на maintenance, ну на саппорте. И если не секрет, какое у вас ценообразование, как это работает? Ну не в цифрах, а сколько часов вы примерно вкладываете, как это, может быть, какие-то нюансы, если это, конечно, публичная информация. Нет, нет, я расскажу, ничего страшного тут нет. Вот, хороший вопрос, спасибо. В общем, история по maintenance заключается в том, что, понятное дело, что у нас расчет на то, это подписка, да, цена у нас 69 долларов в месяц. То есть цена низкая и по сравнению с рынком она действительно невысокая. Основывается, если быстро, на том, что, наверное, большую часть затрат изначально мы делаем в первый месяц. Ну то есть уходит туда большая часть затрат. Чтобы не врать, наверное, из этой суммы порядка 25% мы тратим рекуррентно. Ну то есть, соответственно, вот такое вкратце ценообразование. Скажу еще один момент, связанный с тем, что когда мы запускали этот сервис, мы его запускали, ну, как старались запустить максимально бесплатно. Но, понятное дело, что мы столкнулись с тем, что все-таки нужно было покупать плагины, которые позволят там uptime monitoring, которые позволят делать бэкапы. И что-то, насколько я знаю, ребята покупали и увеличивали цену maintenance для нас. Потому что мы рекуррентно что-то куда-то еще платим. Вот, наверное, вкратце так. У нас есть план годичный. Ну и он стоит, ты экономишь, по-моему, 3 месяца или 2 месяца. 2 месяца ты экономишь, если покупаешь годичный план. Скажу честно, что клиенты, то есть, если взять там 100%, то, ну, в лучшем случае процентов 7 это годовые пакеты. То есть, клиенты все-таки берут пакеты помесячные. Есть хороший еще один момент по поводу чернрейта. У нас на сегодняшний момент не совсем, как бы, офигенная история. Примерно где-то 30% из 100% отваливаются. Вот. Еще из интересных вещей, что отваливаются клиенты обычно на первый месяц в основном. Вот, первый месяц. Потом, если он второй месяц, это на втором месте по отваливанию. Если он уже третий, четвертый, он пошел платить, то все. Значит, с ним, слава богу, все хорошо. Вот. Скажу честно, что одна из основных проблем, почему люди отваливаются в мейтенсе в первый месяц, заключается в том, что я невероятно люблю и уважаю сейлов. Вот. Но они таким образом продают этот продукт, что почему-то клиент говорит о том, что он не знал, что это подписка. Вот. И поэтому люди отваливаются в первый месяц. Но глобально для нас это очень интересная история. И у нас до этого, до мейтенса были истории, связанные с просаппортом, extended саппортом. И все было связано именно на поможем, там, часы девелопера, поможем тебе что-то там переустановить. Вот. Не было там бэкапов, не было аптайма. Вот. И мы постепенно от просаппорта, истории, когда это связано непосредственно с работой агента, вот, мы постепенно сошлись в сторону мейтенса. Вот. Постарался все вам рассказать. Спасибо вам. Да. Добрый день. Добрый. Я так и не понял про бабло ничего. Вот, уточню тогда вопрос коллеги. Расскажите, пожалуйста, ну, мейтенс, месяц, отваливаются два месяца. Понятно, то есть, цикл, там, укрепления продажи или установления вашего клиента, там, длится месяц-два, и дальше уже становится понятно. Так, а что по деньгам? Ну, то есть, вот, вы продали первый месяц поддержки, мейтенса. Есть ли какие-то экстра сервисы, которые вы туда наваливаете? А я рассказывал. Я очень рад вас видеть. Заимно. Это наш спикер последний. Я на нем постараюсь остаться. Вот. Я рассказывал про то, что основное все, что входит в мейтенс сейчас, в основе, это вот эти вот сервисы. Да, ну, вы берете с людей обонку, правильно? Что берем? Обонплату. Да, берем обонплату. А экстра? Ну, то есть, вы же за счет одной обонплаты, вы там, сколько, 70 долларов, да, берете в месяц? И все? Ну, мы не берем у клиента ничего больше. Мы живем за счет потока. Ну, то есть, у нас довольно немаленький поток клиентов. То есть, вы отсекаете экстра сервисы в принципе, да? То есть, если они говорят, мне нужно тут что-то придумать, кроме того, что вы предложили. Тут история в том, что очень часто клиент, который купил наш продукт, он потом докупает какой-то сервис а-ля перенос контента, и все вот с этим связано. То есть, он покупает шаблон, и потом перенос контента, там, добавление каких-то элементов, SEO и так далее. И Мейтенс – это обычно последний шаг. То есть, он не покупает Мейтенс сразу же с шаблоном. Он обычно Мейтенс покупает, когда он уже понял, что мы ему тут сделали такие-то сервисы, и теперь ему нужна поддержка этого сайта. Поэтому мы ему не допродаем там больше ничего. Тогда последний вопросик. Я понял, что про Бабло вы не хотите говорить. Маркетинг-автоматизация какую-то вы используете? Ну, типа, письмо, открыл, не ответил, догнать его через сколько-то времени. Какая-то CRM-ка или какое-то решение по автоматизации всей его штуки? Хорошо, спасибо. Ну, история в том, что мы отслеживаем каждого клиента, который подписался или отписался. Ну, есть менеджеры, которые отвечают за этих клиентов, и ему в Telegram постоянно приходит подписка, отписка и так далее. Ну, есть какая-то такая условная защита на то, что они видят, что происходит. Дальше, да, действительно, у нас есть внутри система, в которой заносятся все клиенты, и клиенту приходит автоматически письмо, когда он покупает этот Мейтенс, и клиенту приходят письма, когда проходит месяц. Ему приходит месяц, отчет, что было сделано, и это приходит снова же ему уже автоматически. Вот, соответственно, письмо приходит с PDF-ником, в котором есть показатели сайта, что произошло, что мы ему перенесли. Клиент, тут история в том, что клиент все равно обращается к нам как, ну, то есть у него есть свой личный менеджер, и он личному менеджеру просит там в течение месяца, вставь мне это, а сделай мне вот это. То есть здесь такой Мейтенс, который, ну, могу сказать сразу, что он не автоматический, ну, то есть он все равно с участием агента. Вот, ну, письма есть, да, и в систему вносятся, конечно, да, но, как бы, историю про Телеграм я вам рассказал, потому что я сам любитель смотреть, как падают деньги, вот, и пытаюсь, чтобы у моих сотрудников тоже такая привязка была. Вот, поэтому они видят, что происходит, и отписки, и подписки на регулярной основе. Вот как-то так. Субтитры сделал DimaTorzok